Средний Урал вздрогнул. Очевидцы рассказывают, как в 2.45 ночи вибрировали стены и звенела посуда. Но большинство екатеринбуржцев проспали землетрясение в 4,1 балла. Так что последних больше потряс сам факт, что у нас возможны подземные толчки. Не удивились сейсмологи, Урал ощутимо трясет раз в 100 лет. А вот готовы ли к новым землетрясениям строители высоток и спасатели, поинтересовалась Анжела Брик. Стало страшно, потому что очень сильно заэперировало зеркало. Непонятно просто было, что происходит вообще с домом. И конкретно зеркало очень сильно, я думала, что оно упадет, но продержалась. Окна волнуются раз, мебель волнуется два, Анастасия волнуется три. Хотя женщине переживать вредно. Дрожь земли будущая мама ночью посчитала делом рук человеческих. И лишь наутро из интернета узнала, что пережила землетрясение. Я даже не могла предположить, что это могло быть землетрясение. Я подумала, что это произошел какой-то, где-то там, может быть взрыв какой-то, либо еще что-то. Может упало что-то тяжелое. Даже подумать не могла о том, что это толчки. Услышав звон, где он, поднятые по тревоге горожане выяснили только через пару часов. Оказалось, что эпицентр уральского землетрясения был близ Михайловска. На глубине 10 километров. Сил толчков составило 4,1 балла, что для местных гор и жителей редкость. Колебания земной коры зафиксировали все 14 сейсмических станций Урала и Пермского края. Вот оно произошло в 2 часа 44 минуты 56 секунд по местному времени. Вот сейсмозапись выглядит вот таким образом. Сенсация по обывательским меркам ученых не сильно удивила. За 300 лет наблюдений на Урале зафиксировано 43 подземных толчка. Сильнее всего местных тряхануло век назад. 17 августа 1914 года. И примерно в том же месте, что и сейчас. Магнитуда ударов под Белимбаем составила 6 баллов. В Екатеринбурге 5. И это не предел. Уральские горы молодые, они еще продолжают расти. Так что землетрясения будут продолжаться. Но вот когда случится следующее, науке неизвестно. На следующий день такой методики предсказания землетрясений пока что не разработаны, не существует. Единственный элемент такого прогноза содержит, что в карте сейсморганирование. То есть мы предполагаем, что здесь, в этой местности, может быть землетрясение с интенсивностью до 5 баллов. То вот такой элемент прогноза здесь содержится. А вот когда оно произойдет, это уже другой вопрос, очень сложный. И на следующий день пока что не разрешены, к сожалению. Точно можно сказать лишь то, что толчков сильнее, чем 6 баллов, в обозримом будущем не случится. И серьезного удара городу они не нанесут. С 97-го года все здания в Екатеринбурге строятся с учетом высокой сейсмоактивности. Потому-то минувшей ночью жители пугать еще и сиренами не стали. В связи с тем, что интенсивность данных колебаний небольшая, поэтому было принято решение населения о данном факте не оповещать. Потому что, согласно критериям чрезвычайных ситуаций, оповещение возможно проводить только в случае угрозы возможной чрезвычайной ситуации, когда амплитуда не менее 6 баллов. Спасатели просят жителей не беспокоиться. Но на всякий случай напоминают. Опаснее всего во время стихийного бедствия находиться в кирпичных и панельных домах. Сильные землетрясения происходят примерно раз в 100 лет. Так что сегодняшний толчок, возможно, является лишь тренировкой. Анжела Брик, Дмитрий Килин. Новости 41-го канала.